13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лукшина. Приветствую слушателей. Мы продолжаем подводить итоги года с нашими гостями. Сегодня наш гость юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. С наступающим новым годом. Я напоминаю, что вопросы нашему гостю можете задавать и вы на нашем сайте хакирова.ру через форму анонсов. Один вопрос там уже есть. Он касается уборки снега на улице города. Я анонсирую. Мы к этой теме обратимся чуть позже. Хотела бы сначала все-таки узнать у Яна Евгеньевича, выполнил ли он наше домашнее задание. Всем нашим спикерам мы такое задание перед особым мнением в последнюю неделю года даем. Подумать о том, какие события, на их взгляд, произошли в Кировской области со знаком «плюс» в уходящем году и какие со знаком «минус». Ну, частично выполнил. Подумать точно подумал. Причем серьезно. И даже посетил несколько весьма интересных сайтов комитета статистики областного и так далее и тому подобное. Вы знаете, вот все-таки, на мой взгляд, тяжело выставить именно знаки. Какое событие является положительным, какое отрицательным. Я могу, безусловно, приветствовать назначение нового, достаточно активного губернатора. Назначение? Я не ослышалась. Ну, хорошо, скажем так, выборы. Скажем так, выборы. Хотя это, скажем так, выборы. Безусловно, могу приветствовать. Но, на мой взгляд, сказать, было ли это событие абсолютно положительным либо абсолютно отрицательным, но, наверное, мы сможем, наверное, даже не в следующем году, а немножко погодя. Когда мы увидим, как и каким образом господин Васильев распорядился тем кредитом доверия, который ему кировчане, собственно говоря, и оказали. И подобного рода подход, наверное, может быть использован практически ко всем событиям, кроме, наверное, разве только тех, в отношении которых сразу можно сказать, что это очень событие неприятное и горькое. К сожалению, последний трагический уход господина Сураева из жизни. Василий Куприевич. Да. Значит, с именем которого связывалось лично мной достаточно много надежд. Я его лично знал как весьма интересного собеседника и умелого управленца и рассчитывал, что он в политике свой след оставит. Вот, не получилось. Проблемы, связанные с хоккейной командой Родина, которая неизвестно, то ли выживет, то ли нет. То есть, честно могу сказать, наверное, только одно. Год был весьма непростой. Весьма непростой. Проблем обозначилось большое количество. Ну, безусловно, может быть, в связи с тем, что Новый год, праздник, все-таки светлый. Ожидаю лично я, что в 2018 году какие-то проблемы удастся преодолеть. События со знаком плюс однозначно. Не можете отметить? Нет, не скажу, наверное. Не скажу, наверное. Печальный был год. Да, я должна... Во многом. Должна напомнить нашим слушателям, в новостях у нас эта информация проходила, что прощание с Василием Сураевым будет завтра с 8 до 10 утра возле административного корпуса Кировского молочного комбината на улице Воровского, 105. Я так понимаю, что подойти может любой, кто хочет попрощаться. Какие-то, может быть, добрые слова родным сказать, слова поддержки. Пожалуйста, завтра с 8 до 10 утра. Я не знаю, перейдем, наверное, мы сейчас к тем темам, о которых вы уже говорили. Ну, вот выборы. Мы выбрали губернатора в этом году. Мы выбрали депутатов городской думы, которые, в свою очередь, выбрали главу города. А потом уже солидарно был назначен глава администрации. То есть новые люди у нас и в областном правительстве, и в городской власти. Видите ли вы какие-то шаги или какие-то результаты их работы? Давайте сначала все-таки про город. Положительный? Положительный, я надеюсь. Ой, ну, наверное, я могу сказать, что достаточно активно новые городские власти пытаются разобраться в происходящей ситуации. Это вы сейчас про что? Они пытаются вникнуть в ситуацию, которая происходит с проблемами в коммунальном хозяйстве. И вот эти, может быть, где-то излишне рассчитанные на публику выходы по городским дворам. Рейды. Рейды, да. Илья Шульгин, да. И разносы. Ну, разносы, это абсолютно справедливо. Следовало не только разносить, но и наказывать действия, может быть, даже. Значит, может быть, это подобного рода шаги и преследуют какие-то цели, о которых нам неизвестно. Ну, я ставил себя на место подобного рода управленцев, но у меня тоже бы, наверное, ушло достаточно много времени на то, чтобы вникнуть в курс проблемы и хотя бы наметить основные пути их решения. Хотя, честно вам скажу, в связи с очередным снежным коллапсом, который постиг город Киров, где фактически было парализовано или затруднено, скажем так, движение автотранспорта в связи с неэффективностью расчистки снега... Это мы про какую дату сейчас говорим? Или это у нас тянется уже? У нас это тянется. Я помню, в эту зиму два достаточно больших снегопада, и все причем в декабре. После каждого из которых пробки вырастали кратно, наверное. Значит, и кое-где даже сейчас проехать по каким-то второстепенным улицам весьма проблематично. Я вчера пытался поменять в своем айфоне батарейку и заехал на Володарского 80, не помню какой адрес, в салон. Там на протяжении всей улицы нескольких кварталов проезд в одну машину с учетом огромных сугробов, которые по обочинам... А движение двустороннее? Ну, соответственно, и ДТП где-то происходит, и, безусловно, положительных эмоций горожанам подобного рода уборка улиц, скажем так, наверняка не добавляет. Вот. Я бы точно так же начинал знакомство с проблематикой, с ознакомлением ситуации на местах, но... Но сколько же можно знакомиться, что-то, Ян Евгеньевич? Вот какое-то время я еще лично, как кировчанин, готов потерпеть. Подождать. Дальше, да. Дальше у меня начнут возникать просто вопросы, а почему не решается ситуация? Давным-давно, примительно к снегу, уж извините, не знаю, насколько это животрепящая проблема, но, тем не менее, давайте попробуем. Значит, примительно к снегу давным-давно было сказано о том, что корень зла, корень зла лежит в правилах внешнего благоустройства города Кирова, которое фактически запрещает администрации, коммунальным службам принудительно эвакуировать брошенные в неположенных местах транспортные средства. Сколько общественность не говорит, ВОЗ и ныне там? Казалось бы, при том, что у нас вполне вменяемые депутаты городской думы, ну, соберитесь, примите изменения в правила, наладьте работу с ГИБДД, чтобы эвакуаторов в городе не хватает, как сразу нужно и купить. Я прошу прощения, но вам не кажется, что вот эта вот история с брошенными на обочинах машинами – это отговорка? Потому что улица Спаская в районе нашей работы здесь непосредственно, да, там паркуются на обочине, там паркуются в правом ряду машины, но вечером часов 8-9 там стоит одна, дай бог, две машины. А вот этот вот участок на протяжении от, допустим, Карла Липних до Дериндяева, участок улицы Спаской, там правого ряда просто нет. То есть там снег по колено. Нет, я с вами согласен, просто проблема заключается в чем? Вот смотрите, значит, давным-давно, еще не в этом и не в прошлом даже году, администрация приняла решение максимально механизировать уборку как тротуаров, так и проезжей части. У нас появились маленькие машинки. Да, безусловно, значит, и подобного рода техника, в случае, если даже одна-две машины где-то в неположенном месте припаркованы, действительно с трудом справляются с теми функциями, которые призваны обеспечивать. Ну а что делается-то на уровне законодательного регулирования, на уровне местной администрации? Ну вот мы собрали с вами, поговорили, обозначили в кои-то годы проблему, в который раз одно и то же. И что меняется? Ничего не меняется. Дворники, ну хорошо, но дворник не может справиться с городскими территориями, городскими улицами. Его задача, слава богу, тротуары внутри дворов где-то прогрести, чтобы люди могли к своим домам, квартирам подходить, подъездам. А что касается состояния непосредственно проезжей части, ну здесь без какого-то комплекса мероприятий придумать что-то тяжело. Правила надо менять. Во-первых, правила благоустройства нужно менять. Дальше нужно очень серьезно задуматься над выдачей разрешений на бесконечное строительство, реконструкцию зданий под торговые центры, при том, что у нас огромные у любого торгового центра проблемы с парковками. Тем не менее, они возникают снова, снова и снова, эти торговые центры, при том, что где-то припарковаться весьма проблемно. Сейчас до смешного доходят даже парковки, специально предназначенные, например, для посетителей арбитражного суда, областного суда, каких-то общественных зданий, там где нет жесткого пропускного режима, они с течением времени, там час, два, три буквально забиваются транспортом, который лишь бы куда-то приткнуть. Где у нас, на самом деле, хоть одна нормальная платная парковка, я только в Юго-Западе знаю ближайшую. Я знаю одно, она возле железнодорожного вокзала, и она пустая, Ян Евгеньевич. Ну, так их должно быть больше. Она пустая, она не южна. Их должно быть больше. Во-первых, здесь необходимо, на мой взгляд, применять и репрессивные меры, связанные с принудительной эвакуацией транспорта, брошенного в неположенных местах, и в то же время создавать возможности для горожан, для того, чтобы они имели возможность свою машину где-то хотя бы оставить. Где парковки? Нет парковок. Плохо. Их даже очищенных нет, я вам скажу. Те, что есть, они завалены снегом, и их никто не чистит. Точно так же можно подумать и над нормальной технологией борьбы со снегом. Нам регулярно рапортует о том, что вывозится куда-то за город снежные полигоны, определенное количество кубических метров, снега, льда и прочее, прочее. Давно уже весь мир снег не возит и не жгет, простите, топливо, и его просто топят на месте и сливают в канализацию. Это огромная экономия. У нас проблема купить хотя бы хоть одну такую машину. Снегоплавилку, да? Да. Ян Шеботарев, юрист у нас в эфире. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Потому что они снег чистят, но его надо вывозить. А это нет пропусков. Мы уже в эфире. Ян Евгеньевич Шеботарев делится личным опытом, что происходит возле его офиса с уборкой снега на парковке. Вот моя управляющая компания, не буду называть с тем, чтобы не подумали, что это реклама, достаточно активно борется со снегом, но у них тоже возникают проблемы. Какие? Приезжает трактор, выставляются штендеры, аккуратно объясняется автовладельцам необходимость убрать автомашинки с тем, чтобы можно было почистить снег. Просто этот снег никуда не девается. Управляющая компания может его сгрести в одну большую кучу, а для того, чтобы этот снег, простите, вывезти куда-то, управляющей компании необходимо согласовывать этот вопрос уже непосредственно с дирекцией дорожного хозяйства, с массой контролирующих служб, получать разрешение на утилизацию пропуска, на допуск в этот полигон, заказывать транспорт, которого тоже попробуй найди. Это не ЗИЛ какой-то и не газик, на газельки не увезешь. Это специализированная техника, которая практически находится в монопольном владении ДДХ. Решать нужно непосредственно с ними. Они говорят, что у нас, простите, и по городу проблемы. У нас и без вас снега полно. Возникает, опять же, банальный вопрос технической оснащенности. Почему я говорил по поводу этой снегоплавилки? На мой взгляд, в той же Москве, где только подобного рода техника работает, такой проблемы не возникает. Постопили на месте и тут же в канализацию слили. Слава Богу, канализация работает. Но вот когда мы говорили и поднимали эту тему как-то в эфире, кто-то нам как раз говорил, так сомневаясь, выдержит ли кировские канализации такое количество поступающей жидкости? Тогда ломать и строить новую, но надо проблему-то решать как-то. Давайте, может быть, потепление климата устроим. Но это такая вот уже саркастичная шутка. Чтобы закрыть тему со снегом и его уборкой, все-таки задам вопрос нашего слушателя Игоря Алексеевича. Можно ли заставить по суду городские власти вовремя убирать снег на улицу города? Ну, теоретически получить такое решение суда возможно. На практике это абсолютно бесполезная бумажка. Каждому государственному чиновнику, муниципальному приставы не приставишь. Ну да, не проконтролируешь, к сожалению. Поэтому как раз возникает проблема эффективного управления городским хозяйством, выработки конкретного механизма, призванного обеспечивать надлежащие качества содержания дорог. Я пока не вижу, как кировчане, что в этой области делается. Мы можем 10 тракторов купить, но если у нас, простите, эти же правила внешнего благоустройства, правила застройки и землепользования, не соответствуют нормальным объективным реалиям, что из себя представляет город Киров, о чем мы можем вести речь. И невозможно решить подобного рода глобальную проблему изменением чего-то одного. Это системный кризис, по большому разу. Ну, Яна Евгеньевич, ведь изменения этого системного кризиса и борьба с ним, скажем так, она займет достаточно длительное время. Вы вот какое время даете новым городским властям на то, чтобы более-менее привести город в порядок? Начинать нужно хотя бы... Системно. Да, бороться с этими проблемами. Выявлять эти проблемы и бороться с ними. Если у нас до сих пор возникают проблемы с эвакуацией брошенных, то есть подснежников, которые мешают чистить снег, сделайте что-нибудь, измените с помощью депутатов правила, решите вопрос с механизированной чисткой улиц. Если встает вопрос о том, что не хватает средств бюджета, ну, давайте так, ну, киньте клич, создайте фонд активных горожан. По вывозу снега? Да при чем здесь это? Если я буду знать, что деньги, которые я, например, как кирорчанин, куда-то внесу, не будут потрачены черт знает на что, а уйдут на какое-то благое дело, да я лично там тысячу, две, пять, десять дам. Какие проблемы-то? И таких людей-то много. Вот даже покойный господин Сураев Василий Куприянович активнейшим образом поддерживал благотворительность всех начинаний. Почему? Давайте, где пресловутые частного государственного партнерства? Я боюсь, что вот точно не этого года этот вопрос. Может быть, может быть. Может быть следующего, а может быть и нет. Но это надо делать. Хорошо, к еще одному событию мы переходим. Вы упомянули Родину. Собственно, вы не единственный спикер, да, который в этой студии говорил про то, что его волнует, да, происходящее с командой, так или иначе, да, то есть либо да, либо нет. Игорь Василий вчера был у нас в интервью и заявил о том, что Родина продолжит играть. Просто надо с пониманием отнестись к тому, что в этом году ребята, скорее всего, будут на последнем месте. Я напомню, что у нас 12 игр. 12 игр проиграно, то есть ни одного очка у команды нет. Вот чем все это закончится, не очень хорошо. И вчера, насколько я понимаю, как сообщают мои коллеги, был поставлен очередной антирекорд по посещаемости матча. Было менее 500 человек. Мы помним времена, когда и 10 тысяч собиралось на стадионе, поэтому это не так давно было на самом деле. Ну да, когда Родина боролась с Зорким, стабильно входила в тройку лучших команд, ну, наверное, да, это было весьма интересное зрелище. И имя города Кирова регулярно в связи с победами Родины упоминалось в том числе и федеральными средствами массовой информации. И наши игроки, воспитанники Родины, успешно играли потом не только у нас, и не только в России, а уезжали и за пределы страны. На мой взгляд, мы находимся сейчас перед фактом, что мы, простите, но профессиональную хоккейную команду уже, наверное, потеряли. То, что сейчас есть, это какая-то оболочка, но, на мой взгляд, она просто пустая. Но они же вырастут. Ну, поиграют, год поиграют, проигрывают, два, три. Проблема, опять же, мы с вами приходим к чему? Даже если в настоящий момент где-то найти какие-то деньги, заложить какую-то статью в бюджете области, которая и так дефицитна. Нельзя, нельзя в бюджете. А тогда вопрос, если нам не по карману. Я бы не отказался, чтобы, простите, вместо Кировского Динамо, Барселона переехала в полном составе в Вятку и играла у нас. Где мы столько денег возьмем? А тогда по карману ли нам содержание профессиональной хоккейной команды? Может быть, имеет смысл начинать с чистого листа, с детской, юношкой спортивной школы, запланировать нормальный, вменяемый стадион, а не эти руины, которые в настоящий момент имеют место быть. И постепенно, шаг за шагом, как-то выстраивать то, что мы вот каким-то волей урока потеряли. А возможно будет восстановить? Ну, восстановить всегда можно что-то. Можно построить и можно сломать. Вместо сломанного можно восстановить что-то новое. Главное поставить цель и задачу. Если кировчане считают, что им нужна профессиональная хоккейная команда по хоккею с мячом, тем более это русский хоккей, если наши власти, субъекты федерации, городские власти к подобного рода пожеланиям прислушиваются, встанет вопрос о финансировании. Все в этом мире упирается исключительно в деньги. Если будут деньги, будет профессиональная команда. Если не будет денег, мы будем иметь то, что имеем. То есть бюджета денег не будет точно. Должны ли власти, областные, городские, какие угодно, каким-то образом помогать команде искать спонсора, допустим? Или это все-таки дело команды, а городские власти, попечители должны найти просто человека, который этим всем будет заниматься? Ну, давайте так. Ваш вопрос, на мой взгляд, очень интересен и актуален. Почему? Рычаги, с помощью которых и областные власти, и городские власти могут привлекать спонсорские деньги для развития спорта, хоккея, с мячом в частности, безусловно, такие рычаги есть. Другой вопрос о том, что это все равно опосредованно упирается в те же деньги. Что есть непосредственно у городских властей, у властей Кировской области. Они могут представить конкретные какие-то льготы, какие-то послабления в уплате местных налогов для тех предприятий, для тех предпринимателей, кто вкладывает какие-то средства собственные в развитие хоккейного клуба. Главное, задокументировать это все. Да, безусловно. Другой вопрос, пойдут ли власти наши на это? Ведь фактически это будет означать, что если предприниматель вложил в развитие спорта рубль, этот рубль ему вернется в виде освобождения от уплаты какой-то части налогов. И не пойдет на что-то другое. На что-то другое. Может быть, более важное. Да, поэтому это те же самые деньги бюджета просто. Они не сразу из бюджета вынимаются, а предоставляются из бюджета в виде этих же льгот. И что же делать? Ну, выхода-то нет, получается. Кроме того, что команда должна каким-то образом зарабатывать тогда сама, получается так? Сразу команда зарабатывать не начнет. Не начнет. Во-первых, во всем мире достаточно мало с точки зрения коммерции и бизнеса спортивных команд, которые покупают сами себя. Спорт, тем более профессиональные, весьма дорогостоящие удовольствия. И наличие подобной команды, каковой была Кировская Родина в относительно недавнем прошлом, это реклама для области. Это отличный пиар-продукт, с помощью которых область может закрепляться в медийном пространстве, где могут привлекаться туристы те же самые. Просто невозможно решить любую проблему в отрыве от комплекса других проблем. Хорошо поставленный спорт, хороший спортивный стадион, это возможность развития физкультуры, школьников, проведения уроков, проведения спортивных соревнований. Это поток денег от туристов, которые приезжают туда. Просто я не вижу ни одной концепции развития физкультуры и спорта в Кировской области, которая пыталась бы как-то ответить на подобного рода вопрос. Я с нетерпением жду, когда у нас появится новый министр спорта в областном правительстве. Что вот так? Может быть у нас останется барменов на месте? Может быть, может быть. Но тогда ему следует задуматься над как раз подобного рода вопросами. Где увязка спортивных институтов области с интересами, например, того же города, как вытаскивают... И экономики региона. И экономики региона в том числе. Не вижу работы в этом направлении. Просто не вижу. Может быть, плохо информирован. Тогда следует подумать, как информировать горожан. Не только Чеботарев об этом не знает. Я думаю, что здесь, если сейчас выйти из студии и спросить 10 человек, все 10 пожмут плечами и разведут руками. Ну, в общем, такое пожелание от Яны Чеботарева областным городским властям на будущий год. Как минимум информировать, как максимум разработать концепцию. У нас сейчас небольшая рекламная пауза. Мы вернемся в студию через 2 минуты. Яна Чеботарев, юрист, наш постоянный спикер. В эфире мы подводим итоги года в особом мнении. В перерыве немножечко проконсультировались и решили, что мы все-таки будем еще обсуждать. Тему аэропорта. Министр транспорта Михаил Поршнев не так давно сказал, что аэропорт – это вот такая вечная бюджетная дыра. И сделать его прибыльным наш аэропорт победил. Будет он так или иначе зависим от бюджета региона. И объект такой важный, закрыть его нельзя. Что делать? Развивать. Просто, безусловно, я готов согласиться, что аэропорт в городе областного значения с населением в 500 тысяч человек с небольшим. Ну, наверное, тяжело вывести в плюс. Он вряд ли будет приносить какую-то прибыль и являться коммерчески выгодным. Ну, это, знаете, Яна Евгеньевна, зависит от того, сколько люди зарабатывают. Во-первых, да. Но это системообразующее предприятие. Плюс, мне откровенно непонятно, почему практически ничего не делается для того, чтобы увеличить пассажиропоток аэропорта. Почему не делается? Делается. Южные рейсы запускали летом. Это очень хорошо. И за счет них, кстати говоря, не провалились совершенно. Это прекрасно. Я 1 января пытался купить билеты для того, чтобы вылететь с города Кирова в Москву. Так. Не летают. У нас в Москву летают только Руслайн и Саратовские авиалинии на своих, простите, вот этих игрушечных маленьких самолетиках. У них выходной день. Как? Ну, вот выходные дни у них праздники. Не летают самолеты у нас 1 числа. Но поезда-то ездят, Январь Кенч. Спасибо. Да. Слава Богу, хоть что-то. И Блаблакар есть, между прочим, еще. Безусловно. Для тех, кто не знает, это сервис, да? По поиску попутчиков. Можно на машине уехать. И чартер можно заказать даже. Значит, при большом желании. Речь не об этом. Просто, на мой взгляд, у нас достаточно мало рейсов в те же столицы. Уход Победы никоим образом не компенсирован до настоящего времени. Даже тогда, когда летал ЮТЕЙР до Победы. Пусть самолетик у ЮТЕЙР был не шибко велик. И рейсов было не так много. Да и цена была подороже, чем у Победы, безусловно. Но ЮТЕЙР подкупал тем, что это достаточно большая компания. С ней было весьма удобно работать. Гораздо более удобно, чем с этим же Руслайном или саратовскими Айленями. Во всяком разе, мне Внуково с точки зрения транспортной привлекательности как аэропорт нравится гораздо больше, чем тот же Домодедово. Он многим нравится. Маленький, уютный аэропорт, самый близкий к Москве. Ну, не такой уж и маленький, прямо скажу. Нет, ну, в сравнении с Домодедово и Шереметьево. Ну, с Шереметьево, да. По поводу Домодедово готов был бы поспорить. Значит, на мой взгляд, имеет смысл возобновить или попытаться возобновить переговоры с Победой. Даже если аэропорт не будет приносить каких-то денег в областной бюджет, давайте посмотрим, сколько терял бюджет от субсидий, которые представлял аэропорт этой же Победе. Я, насколько помню, ситуация с расторжением договора, контракта с ней, как раз сводилась к тому, что Победа просила, требовала... Сохранить те льготы, которые этим контрактом были предусмотрены. Значит, и как раз аэропорт отказался от подобного рода льготирования, рассчитывая получать большую сумму. Ну, и где, простите, эти деньги? Как их не было, так и нет. Ну, я не знаю, пока нет результатов. Я надеюсь, что контрольно-счетная палата к нам придет в январе и все расскажет. Ну, хорошо, но, тем не менее, могли бы уж сразу... Ну, официально признали, да? Да, и министр транспорта мог бы сразу сказать, вот мне, например, интересно, как гражданину, как гражданину, сколько денег мы теряли на льготах, которые представляли Победе, и сколько сейчас на поддержание аэропорта, при том, что такой крупный перевозчик не летает, и кировчане уже не могут за там полторы-две, допустим, даже три тысячи рублей улететь в столицу, хотя у Победы были и дешевые билеты, более дешевые, но, тем не менее, даже три-четыре, да даже пять тысяч рублей, простите, это нормальные деньги за нормальные услуги. Сейчас проблема... Вы последний раз когда летали в Москву? Последний раз в Москву я летал, наверное, с месяца полтора назад. И сколько заплатили, если не секрет? 14 или 15 тысяч рублей. Это туда-обратно? Нет, это туда. В одну сторону? В одну сторону. Боже мой, какой ужас. Мне-то кажется, что студенты все-таки могут там за год накопить себе на билет в Москву, но чего-то я теперь сомневаюсь. Не, ну Победа в этой части, безусловно, я когда летала Победа, я пользовался Победой, меня не смущало. Все пользовались Победой, даже чиновники, которым билет оплачивается из бюджета. И правильно делали. Взял портфель, долетел, нормальный, хороший эконом, переживу я без этой воды, без кофе и прочее прочее. Тем более, что воду, между прочим, на Победе можно было просить. Ее приносили. Я не пью в полете. Ну, понятно. В общем, надо развиваться. Да, хотелось бы. А если нужно будет идти на поклон? Я бы пришел и поклонился. Умение признать собственную ошибку характеризует человека исключительно с положительной стороны. Только дураки, простите, упираются в признании собственных ошибок. Ну, вот такая вот у нас получилась история про аэропорт. И еще есть у нас одна тема, которую, конечно же, мы должны затронуть. Это процесс года. Мы все помним, что Победа сюда приведена была фактически лично, можно так сказать, Никита Юрьевича Белых, предыдущим губернатором, который сейчас находится под следствием, находится в изоляторе, в Москве, процесс идет, идет уже не первый месяц, скажем так, да, и судебное следствие длится уже довольно долго. В этом процессе, Ян Евгеньевич, для вас были какие-то неожиданные вещи? Да, безусловно, были. Какие? Я не ожидал, честно вам скажу, что подобного рода позицию займет господин Щерчков. подобного рода позицию это позиции, когда он выступает на стороне объединения. Я всегда считал, ну, да, наверное. Честно скажу о том, что, ну, я не знаю, что на самом деле было и происходило в Лоте-Плазе. Я видел о том, что, когда господин Щерчков работал рука об руку с Никитой Юрьевичем Белых, что они знают друг друга давно, что Никитой Юрьевичем Белых неоднократно положительно характеризовал господина Щерчкова. Они знакомы еще с времен Перми, когда Никитой Юрьевичем работал там. Я всегда относился к непосредственно Щерчкову как к креатуре Никитой Юрьевичем. И для меня, честно, было чисто по-человечески странно узнать о том, что абсолютно без любого принуждения господин Щерчков, как следует из его слов, в тот момент, когда уже произошло с Никитой Юрьевичем то, что произошло в июне месяца, спустя какое-то время сам абсолютно добровольно посетил Следственный комитет, где вспомнил о том, что, оказывается, несколько лет назад он еще и передавал Никите Юрьевичу какие-то взятки, какие-то конверты с наличными деньгами по просьбе господина Ларицкого и прочее, прочее. Припахивает ситуация. Я берегу собственное обоняние, как правило. Могу сказать, что припахивает. Другое слово не буду употреблять в эфире. Вы сомневаетесь в добровольности или в чем? С одной стороны, я сомневаюсь и в добровольности подобного рода визита господина Щерчкова. Плюс, ну, чисто по-человечески такой странный поступок его не красит никоим образом. Я уж не знаю, что там имело место быть на самом деле, но как-то, работая рука об руку с человеком, потом, простите, на ровном месте его топить. Ну, это... Ну, может, не на ровном месте, мы же не знаем пока. Не знаем. Пока ничего не докажут. Не знаем, не знаем, не знаем. Вот. Для меня, честно, показания Щерчкова в деле Белых были... Я знал о том, что там есть такие показания, но конкретно их содержание мне их, безусловно, стало известно только тогда, когда в Пресненском суде господина Щерчкова заслышали, допрашивали. Ну, шоком это для меня точно было. Точно было. Ровно таким же, как и показания господина Судкаймера. А с ним что? Ну, он-то как раз поведал, как развивалась вся эта история. И после показаний и Щерчкова, и Судкаймера я в настоящий момент с большой долей волнения жду, когда суд вынесет приговор по данному делу. Что-то мне подсказывает, что, конечно, здесь рассчитывают на оправдательный вердикт весьма задрогнительный. По вашим прогнозам, когда это может произойти? Ну, вот разные были версии, на самом деле. Говорил кто-то, что до конца года все закончится. Кто-то говорил, наоборот, что протянется до марта и даже до апреля. То есть после выборов президента. Ну, смотрите, значит, гадать на кофейной гуще в развитии того или иного судебного процесса вещь бесперспективная и неоднократная, так говорят. Ну, я так понимаю, что свидетели обвинения все допрошены уже. Остались свидетели защиты, коих не так много. Ну, мы не знаем, каким образом свою защиту будет строить Никита Юрьевич. Может быть, они привлекут каких-то еще дополнительных свидетелей. С точки зрения норм Уголовно-процессуального кодекса ну, осталось-то фактически одно-два заседания. Защита заканчивает представлять свои доказательства. Небольшие дополнения, судебное премие, последнее слово, все. Ну, опять же, не думая, что до Нового года наверняка вряд ли успеют. До Нового года уже нет, конечно. Но в первом-то квартале, я думаю, приговор мы уже услышали. То есть до марта? Ну, да. Как вам кажется, вот эта история с Алексеем Улюкаевым, понятно, что там иная совершенно сумма, да, и аппаратный вес того и другого человека, если можно так выразиться, иной, да, если мы сравниваем с Никитой Юрьевичем, допустим. Но приговор Улюкаеву, тот, который был вынесен, вот он может каким-то образом нас наводить на определенные мысли или нет? Ну, подобная ситуация встречается в судах Российской Федерации на протяжении весьма длительного уже времени. Любые преступления о коррупционной направленности, любые дела с признаками таких преступлений рассматриваются и караются достаточно жестко. К сожалению, даже при некоторых огрехах в доказательственной базе. Если взять то же дело Улюкаева, там же, кроме показаний Феоктистова, нет ничего. Ну, есть видеозапись, да, стоят двое мужчин, а где у тебя курточка, да ты не бережешь свое здоровье, пойдем колбаска, вот забирай. Откуда вытекает, что Улюкаев, принимая вот этот портфель, чемодан, знал о том, что там два брикета денег? А вот эта фраза о том, что вымогательство взятки было невербальным путем, путем там демонстрирования двух пальцев. Я даже у себя в Фейсбуке эту фотографию выложил, Черчилль с знаком Виктори вымогает у Роснефти взятку. Значит, ну это же, ну смешно же это, ну господи, это я, простите, в ухе поковыряюсь, и кто-то скажет, что таким образом Чебодарев вымогает взятку. В один миллион, например. Ну, страшно же. Держите руки, пожалуйста, по столе. Держу, держу. По столе, Ян Евгеньевич, а то у нас видео записывается. Нет, я, слава Богу, не чиновник, поэтому могу принимать какие-то подарки новогодние и прочее, прочее. Но, конечно, удивительный процесс был, безусловно, примитивно к вот этой тенденции странной. Я считаю, что приговор по делу белых, ну, тоже будет обвинительный и тоже весьма сложный. Срок какой, вот вы можете проговорить? Я не хочу гадать. Не хотите? Хорошо. Срок Улюкаеву, на мой взгляд, вполне может повториться и в деле Никиты Юрьевича. А говорят, что может быть и меньше, потому что сумма была меньше. Нет? Ну, здесь как раз сумма достаточная. Улюкаев мог получить гораздо больше, если бы не государственные награды, заболевания и прочие вещи. Смягчающие обстоятельства есть и в деле Никиты Юрьевича. Поэтому, вот есть суд, который выносит приговоры, которому потом со своей совестью как-то уживаться. Вот пусть он вынесет приговор, а мы обсудим. Подождем, тем более, что времени вы прогнозируете осталось. Не долго уже. Не так и много. Ян Чеботарев, юрист, был у нас в эфире в особом мнении. Мы с ним подводили итоги года. Я, нарушена, с вами прощаюсь. Ну, и мы поздравляем наших слушателей с наступающим Новым годом. И Рождеством. И Рождеством. До свидания. До свидания. Продолжение следует...